Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня мы с вами снова на рынке. Сегодня рынок меня удивил парнем, который был в пальто, идентичным моему пальто. Долго я за ним наблюдала, долго я на него смотрела, он слегка выше меня ростом, поэтому ему пальто как раз-таки той длины, которой оно должно быть. Напоминаю, это пальто мужское. Я купила его на лотке Second Hand за 80 евро, но, возможно, мне чуть-чуть уступили, сейчас не вспомню. Парень привлек мое внимание, думала взять у него интервью, как это принято делать, но как-то он увлеченно копался на развалах все за 1 евро. Посмотрите, какой красивый свитер, кстати, я нашла. Такие свитеры в мужском отделе можно брать, и они очень красиво смотрятся в этом сезоне. Они были предложены и в женском варианте. За 1 евро можно даже на состав не смотреть. Мне кажется, прекрасная находка. Парень мне понравился также тем, что помимо того, что он был очень интересно одет, на нем была жилетка, у него был шейный шарф, он вообще был без маски, по всей видимости, очень свободный молодой человек. У него были также накрашены ногти. Это не принято в Италии. Я знаю, что это модно сейчас. Многие мужчины красят ногти в темные цвета. Я же сегодня сделала нюдовый маникюр, и хочу посоветовать вам вот такую новинку. Обязательно покажу в прямом эфире. Я сегодня сделала матовое покрытие, нюдовое матовое покрытие. Вы знаете, смотрится потрясающе. Мне так понравилось. Мне жаль, что раньше я не сообразила и не делала подобное покрытие. На рынке сегодня было не особо интересно, потому что, в принципе, все мы с вами уже видели. Новые коллекции пока не завезли. Хочу искренне посоветовать вот такие лосины с начесом. Это не колготки, а именно лосины. Они очень плотные. На рынке стоят 6 евро. Я свои купила за 10, что называется, прогадала. Но я увидела сайт, на котором подобные леггинсы с таким же плотным начесом стоят 22 евро. Поэтому на рынке самое время их и покупать. Сейчас действительно многие вещи зимние продаются со скидками. Например, огромное количество шуб появилось. Сегодня я расстроилась, потому что там, где я хотела заснять шубу, мне снимать не разрешили. А там были шикарнейшие варианты. Посмотрите, какой красивый образ. Вот действительно готовая формула. Шляпа плюс джинсы boyfriend, плюс удлиненный пиджак. Либо в данном случае пальто прямого силуэта. Длина середины колена. На рынке традиционно можно посмотреть и выбрать красивое белье, либо красивую одежду для дома. Также очень красивые пижамы и пеньюары продаются на рынке. Они выполнены из высококачественной вискозы. Очень красивые и стоят недешево, как хотелось бы. Вот такая пижама, точнее такая ночная рубашка, очень красивого коричневого шоколадного цвета. Горький шоколад и очень красивое кружево обойдется в районе 130, а то и 180 евро. Все зависит от длины изделия. И на самом деле вот к этим пижамам я присматриваюсь, когда-нибудь себе куплю что-нибудь подобное и шикарное. Хотя пижамы я не очень люблю. Как всегда, на рынке очень много красивой, стильно одетых женщин, которые приходят сюда прогуляться, купить продукты. Ну и, конечно же, купить что-нибудь стильное и красивое за небольшие деньги. Это прежде всего одежда и обувь. На рынке, без сомнения, есть красивая одежда. Нужно только уметь выбирать. Мне понравилось это пальто. Это пальто висело, кстати, рядом с брюками такого же цвета. Вот действительно готовый стритстайлерский вариант. Пальто стоит 19,90. Стоило 29,90, но сейчас даже на рынке сезон распродаж. Вот такие брюки повесили рядом, намекая модницам, что получится очень красивый комплект. И здесь я полностью согласна с теми, кто развешивал товар. Это, наверное, такой некий аналог витринистов, которые оформляют витрины. Посмотрите, будет действительно очень красиво. Единственное, что меня смутила ширина брючины. Я обращала ваше внимание, от кончиков пальцев ширина брючины должна доходить практически до локтевого сгиба. Если меньше, брюки будут смотреться, как я люблю говорить, куцевато. И вот эта вещь мне очень понравилась. По сути, это длинный жилет, который выглядит как платье, которое по бокам забыли зашить. Но в любом случае, это будет очень красиво смотреться с брюками широкими. Вниз можно надеть блузу, можно надеть водолазку. Цвет может быть контрастный относительно белого. Цвет может быть такой же белый. За счет того, что из-под широкого рукава будет видно узкий рукав другого изделия, допустим, водолазки. Это может быть очень красивый многослойный образ. Вот действительно, стопроцентный стрейстстайлерский вариант за 19,90. И это как раз-таки тот случай, когда хочется вещь купить и найти того, кто сможет тебе сделать, ну, допустим, связать подобную вещь, но в лучшем качестве, допустим, из натуральной нити. Также мне очень понравилось кимоно. Тоже цена 19,90 со скидкой. И к нему прилагается пояс. Пусть не кожаный, но тем не менее. Посмотрите, очень аккуратно кимоно сделано. Я думаю, здесь тоже многие согласятся. Несмотря на то, что у меня не было возможности примерить ни предыдущий удлиненный жилет-платье, ни это кимоно, многие почувствуют, что это тоже вариант стрейстстайлерский. Посмотрите, очень аккуратно выполнена ткань, которая напоминает очень плотное сукно. Но, надеюсь, я правильно угадала название ткани. В любом случае, это тоже будет очень красивый вариант. Прекрасно будет сочетаться со всеми цветами, которые имеются в принте. Это черный, белый, а также цвет camel. И, конечно же, будет очень красиво это кимоно смотреться, допустим, с широкими брюками яркого цвета, например, цвета фукси. Очень красиво это кимоно будет смотреться также с джинсами. Уже завозят новые коллекции. Это меня очень радует, потому что, повторюсь, сегодня на рынке было мало чего интересного. И снова посмотрите, какой прекрасный образ. Очень красивый. Стоимость этого образа наверняка не превышает 120 евро. Здесь мы имеем спортивный костюм, сумку, не кожаную, но, тем не менее, с модными сейчас золотыми цепями. Сумка, кстати, мне понравилась в этом образе. Несмотря на то, что фурнитура тяжеловата, но она здесь единственная такая яркая. И стеганое пальто, стеганый плащ. Не знаю, как их охарактеризовать. Эти плащи я показывала, их стоимость достигала 100 евро, чуть больше в манго. И подобные стеганые вещи, мне кажется, будут очень модными. В этом сезоне они уже появляются на стритстайле. 69 евро. Бархатная обувь. Каблук, который в Италии очень популярен. Это каблук инкрустированный. Очень часто цветной каблук. В любом случае каблук, который обращает на себя внимание. И это мой любимый развал с обувью. Здесь я покупала себе сапоги. Здесь я купила себе тапочки из натуральной овчины. Потом купила мужу подобные тапочки. И мне кажется, это все, что я здесь купила. Но, возможно, я что-то покупала в предыдущие сезоны, когда рынки меня не так привлекали, как блогера. И снова посмотрите, какой красивый вариант. Тоже 69 евро, что не так дешево для обуви текстильной, не кожаной. Но, как я уже говорила, здесь продается очень качественная обувь. Очень часто цена за сапоги достигает, точнее, прежняя цена достигала 300 евро. Я показывала вам подобные этикетки. Здесь же можно купить, допустим, сапоги, как я купила, в районе 100-120 евро. Все зависит от модели. Здесь, на самом деле, есть на что посмотреть. Этот развал бывает в Монте-Гротто Терми в четверг. Бывает Вабана Терми в среду. И бывает также на Прату-Далавале, это Падуэ, в субботу. И в субботу рынок начинается в утренние часы и также после обеда функционирует. В то время, как обычно, рынки уже к обеду, они закрываются и площадь очищается. Мне понравились эти сапоги. На самом деле, здесь всегда есть что найти интересное. Это очень часто остатки сладкие. Это очень часто то, что было не продано. Бывает, что и не подберешь свой собственный размер. Но сюда действительно стоит заглядывать, потому что обувь кожаная. И выглядит она действительно очень хорошо, очень модно. Эти сапоги, мне кажется, я показывала. Я вспомнила об этом только, когда взяла их в руки. Потому что в прошлый раз верхняя часть была не загнута, как сейчас. Она на самом деле представляла единое целое с сапогом. И сапог высокий. То есть это сапоги Батфорты. Эти сапоги мне понравились. Повторюсь, в Италии очень любят такой инкрустированный каблук. Меня несколько смущает на любых сапогах молния. Но она очень часто присутствует и на дорогой версии сапог, и на менее дорогой версии. Посмотрите, как аккуратно сделана обувь. Повторюсь, мы на рынках можем покупать недорогую обувь. Именно потому, что мы находимся рядом с производством качественной обуви. Обувь производится не только для всей Италии, но и для всего мира. Как раз таки в регионе, который находится непосредственно рядом с нами. Там же большое производство вообще кожных товаров, прежде всего сумок. Продолжение следует... Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. С нетерпением жду. Думаю, так же, как и вы, новых коллекций, в том числе и на рынке. Новых коллекций одежды, а также обувь, ну и сумок, конечно же. Увидимся с вами очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.